Добрый день, уважаемые коллеги! До моего доклада разрешите поблагодарить за эту возможность представить работу Центра муковисцидоза Университетской клиники Муратца. Разрешите представить краткий очерк о синдроме псевдобардер как начальную манифестацию кистознофиброза в странах с жарким климатом. В 1962 году Бартер и коллеги описали наследственную соль, теряющую туболопатию, садигидротации, гипотрофии и полиурии. Лабораторными признаками были гипохлоремия, гипокалемия, метаболический алкоголь. У некоторых больных гипомагноземия, гипофосфатемия. Обязательными лабораторными признаками были повышение уровня ренина, альгостерона в крови при нормальных и низких значениях артериального давления. Почти у всех больных в анамнезе были полигидромион, нутроизводная гипотрофия. Дети рождались недоношенными. Синдром Бартера – это рениальная потеря соль. Синдром Судо-Бартера – это синдром, схожий с синдромом Бартера, садигидротацией, с гипохлоремией, гипокалемией, гипонатеремией и метаболическим алкоголом. Синдром развивается, например, при ЖКТ, потерях солей и воды, например, при гастроэнтеритах, инфекционной и неинфекционной идеологии, врожденной хлоридной диагностики, при расстройствах пищевого поведения, например, у подростков с нервной анорексией, булимией. И синдром Судо-Бартера является клиническим проявлением кистозного фиброза. То есть синдром Судо-Бартера – это экстравенальная потеря соли. В 1951 году Кейсель и Андерсон написали тепловую прострацию больного с муковисцедозом, то есть синдром Судо-Бартера. Дебют заболевания синдромом Судо-Бартера типичен для детей раннего возраста и особенно в странах с жарким климатом. Литературные данные тоже подтверждают манифестацию этого заболевания в странах с жарким климатом. Иногда приступают диагностические путаницы. Например, детям с муковисцедозом, которые презентируют синдром Судо-Бартера, ставят диагноз гастроэнтерит и направляют в инфекционную клинику или гастроэнтерит в неинфекционной идеологии. Ставят диагноз острых вирусных заболеваний или эти дети направляются в нефрологические отделения с диагнозом туглопатии. А у детей синдром Судо-Бартера уже с диагнозом муковисцедоз развивается при наличии или остальных на фоне интеркурентных заболеваний с повышенным потоотделением и потерей электролитов через ЖКТ, это повышение температуры, татиарея, рота, и когда не соблюдают рекомендации по дополнительному обеспечению соли. А как же не пропустить синдром Судо-Бартера, особенно в странах, где отсутствует ненатальный скрининг? Вот подсказки для врачей. Когда у ребенка гиповолемия и дегидратация, при отсутствии явной диареи или рвоты, сопровождаемой внезапным полным отказом от коробления. Политепсия и полиуреи характерны для тубулярных заболеваний. У детей с муковисцидозом в анамнезе респираторные кишечные заболевания, респираторные кишечные жалобы, наличие других характерных признаков муковисцидоза, это оставание физического развития, гипотрофия, наличие жирного непереваренного стола, метеоризма. Определение кислотно-шелочного равновесия. Это ключевой момент, и определение кислотно-шелочного равновесия у всех больных здесь электролитомии и дегидратации помогает нам определиться. Вот, например, метаболический алкалоз при синдроме Бартера, Кительмена, при синдроме Псевдобартера, например, метаболический ацидоз при других тублопатиях. Определение электролитов мочи, натрия и хлора. Это для дифференциальной диагностики ринальных и экстравинальных причин. Определение козакринной недостаточности панкреаса, эпокритические эластазы в крови, в калии, извините, потовый тест. Определение ренина и альдостерона. Определение магния в крови. Гипромагноземия характерна для синдрома Гительмена. Гительмена, синдром Гительмена, один из вариантов синдрома Бартера. И молекулярная диагностика как муковисцидоза, так и синдрома Бартера. Но вот хочу вам сказать, что ключевым в диагнозе является определение электролитов в моче. Нашим центром был разработан алгоритм для врачей интенсивной терапии, реанатологов, для педиатра по введению детей с гипоэлектролитомией неконтролированной, гипоэлектролитомией неясного генеза. Так, например, если у ребенка гипонатремия с гипокалемией и с метаболическим алкалосом, то определяются электролиты в моче. Если натрий хлор в моче повыше, то ребенок консультируется нефрологом. А если электролиты понижены в моче, то определяется панкреатическая эластаза в кале для определения панкреатической экзокринной недостаточности и потовый тест. Хочу вам тут сказать, что при нормальных значениях эластазы в кале, но когда есть клинический муковисцидоз, то есть у нас есть данные по муковисцидозу, обязательно повторное определение эластазы или потовый тест. А вот если у ребенка гипонатремия с гипокалемией, но метаболический ацитоз, ребенок консультируется в нефрологом или направляется в нефрологический центр. Если у ребенка гипонатремия с гиперкалемией, обязательно консультация эндокринолога. Вот это данные наших больных, которые презентировали синдром псевдобартер в возрасте от 2 до 9 месяцев. Вот вы видите, все больные презентировали гипоэлектролитомию и гиповаремию с метаболическим алкалозом, определение кашлеза, это обязательно. А другими проблемами этих детей были гипотрофия, потеря веса. А вот пятый больной, это больной с позитивным неонатальным скринингом, но, к сожалению, в Армении не проводится. В соседней Грузии больная армянка в соседней Грузии. Определение эластазы в калии. Вот видите, у троих больных эластаза в калии нормальная, а у двоих она понижена. Потовый тест у четырех больных. Потовый тест высокий. Потовый тест по системе макродакт, определение проводимости пота. А вот у пятой больной потовый тест нормальное значение потового теста. Видите также данные молекулярно-генетического исследования. Мутации у больных, четырех больных. А вот у пятой больной, у которой нормальное значение потового теста, значит, только одна мутация. Хочу добавить, что все эти данные, данные эластазы, потового теста на момент презентации больных. И вот еще раз хочу отметить, что очень-очень важно, когда ребенок презентирует, к вам попадается гипоэлектролитомида и гибротация. Вот у вас не корректируется гипоэлектролитомия. И гипотерапия обязательно, вот определение натрия и хлора в матче. И обязательно вот определение кислотно-желочного равновесия для дифференциальной диагностики синдрома Бартерт, туполопатии, других причин гипоэлектролитомии и низкой эластазы в калибре. И вот гиперкалимии, и вот эндогриномических заболеваний у ребенка, таких как, значит, гипертолазия коры надпочечника. И спасибо за внимание. Спасибо за, еще раз спасибо, за эту возможность представить нашу работу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok